Есть версия, что российский император Александр II хотел жениться на английской королеве Виктории. Так ли это? Александр II был старшим сыном императора Николая I. Он получил домашнее образование наследника престола под личным надзором своего отца. Его учителями были Василий Жуковский, Михаил Спиранский, Егор Конкрин и многие другие. Как наследник престола Александр должен был познакомиться с бытом и нравами других стран. После Великого посольства Петра I длительные поездки в образовательных целях стали важной частью обучения членов Российского императорского дома. В возрасте 20 лет в 1838 году Александр отправляется в путешествие по Европе. Еще одной целью данной поездки был поиск невесты. Виктория была дочерью четвертого сына короля Георга III. Она не должна была стать правителем Великобритании. Однако, по иронии судьбы, она унаследовала престол 18 лет после смертей всех своих дядей, не оставивших мужского потомства. Имя данной английской королеве при крещении – Александрина Виктория. Она была названа Александриной в честь одного из ее крестных, императора России Александра I и Виктории в честь матери. В 1839 году Виктории исполнилось 20 лет и встал вопрос поиска жениха. И именно в этот период в рамках своей зарубежной поездки в Лондон пребывает наследник Российской империи Александр Романов. В мае 1839 года произошла первая встреча Виктории и Александра. Во время своего пребывания в Лондоне Александр старался по возможности проводить время в кампании королевы, хотя его советники делали все возможное, чтобы программа поездки была как бы продуктивной и насыщенной. За парой тщательно следили как русские послы, так и английское правительство во главе с премьер-министром Мельбурном. И Россия, и Великобритания были против этого союза. После отъезда цесаревича Александра из Лондона на память о встрече у Виктории остался альбом с портретами русского великого князя. Спустя год, в 1840-м, Виктория вышла замуж за принца Альберта Саксон-Кобург-Готского. Цесаревич Александр в 1841 году женился на Марии Гестинской, которая в православии стала Марией Федоровной. Позже, в 1855 году, он будет коронован как император всероссийский. Так разошлись пути двух молодых людей. Они второй раз встретились только спустя 30 лет, когда Александр II с семьей посещал Лондон. Королеву Викторию иногда называют бабушкой Европы. В браке с Альбертом у нее родилось 8 детей. Всего у Виктории и Альберта было 42 внука. Первым их внуком стал принц Вильгельм Прусский, будущий император Вильгельм II. Также внуками британской четы были король Великобритании Георг V, российская императрица Александра Федоровна, греческая королева София, румынская королева Мария, испанская королева Виктория Евгения, королева Норвегии Мот. У Александра II и Марии Федоровны в браке родилось тоже 8 детей. Старший сын Александр впоследствии стал следующим российским императором Александром III. Интересно, что второй сын Виктории, принц Альфред и дочь Александра II, великая княгиня Мария Александровна, стали в 1874 году супругами. Как мы знаем, история не любит сослагательного наклонения, хотя историки нередко его используют. Неизвестно, чем бы мог закончиться роман молодых Александра II и Виктории, но, скорее всего, все произошло именно так, как и должно было произойти.